Пьешь за рулем, получи и штраф, и срок. С 1 июля вступили в силу изменения в правила дорожного движения. За пьяную езду теперь можно загреметь в тюрьму, а покидать место аварии в некоторых случаях теперь не только можно, но и нужно. В противном случае водителей ждет штраф. Самое серьезное июльское нововведение – уголовная ответственность за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения или повторный отказ от медицинского освидетельствования. За эти деяния теперь водителю-рецидивисту грозит лишение водительского удостоверения на три года, штраф до 300 тысяч рублей и лишение свободы до двух лет. К слову, за последние полгода в Ненецком округе 18 водителей были привлечены к административной ответственности за повторное управление автомобилем в нетрезвом виде. Кроме того, с 1 июля введен нижний предел наказания для пьяных водителей, по вине которых погибли люди. Так, если погиб один человек, то виновник ДТП получит тюремный срок от двух до семи лет. Если погибли несколько человек, то за решетку водитель отправится на срок от четырех до девяти лет. Также с 1 июля в силу вступили изменения, которые касаются ДТП без пострадавших. Теперь водителям не просто можно, а нужно покинуть место аварии, не привлекая сотрудников ГИБДД. В случае, если никто не пострадал, а имуществу виновника ДТП причинен незначительный вред. А также в случае, если столкнулись два автомобиля, но их владельцы не имеют разногласий и не нуждаются в оформлении дорожно-транспортного происшествия. В противном случае, из-за создания на дорогах пробок и заторов водителей ждет штраф в размере одной тысячи рублей с каждого. Машину с места дорожно-транспортного происшествия нельзя было трогать в соответствии с правилами дорожного движения, из-за чего создавались большие пробки на автомобильных дорогах. То есть сейчас, если водитель согласен, что он, допустим, виновник дорожно-транспортного происшествия, причинен только материальный ущерб, они самостоятельно покидают место происшествия, и если необходимо, они уже через страховые компании оформляют этот ущерб. В случае, если согласия между водителями все-таки нет, смело звоните в ГИБДД и консультируйтесь по всем нюансам. Коснулись июльские нововведения и пешеходов. Теперь вне населенных пунктов пешие участники дорожного движения обязаны в темное время суток и в условиях плохой видимости носить светоотражатели, иначе предупреждение или сразу штраф 500 рублей. На сегодняшний день это участок между поселком Факел и поселком Нефтебаза, либо Захребетка, как многие его считают, и Ловольская автомобильная дорога. Также, соответственно, если так разобраться, то это будет автомобильная дорога в сторону складирования твердых бытовых отходов, то есть по улице Вятров дальше туда. Это будет считаться ненаселенный пункт. И еще одно нововведение. Июля с первого числа запрещено перевозить детей в автобусах, которым больше 10 лет. Кроме того, транспорт должен быть оборудован тахографом, а также спутниковыми навигационными системами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС-ГПС. Ирина Цепитова, Дмитрий Лукевич, Телеканал Север. Субтитры создавал DimaTorzok